Гару и Элиот Скоро-скоро мы уже сможем их попробовать на деле Так, ну что ж, давай начнем, пожалуй Сразу же с разбора, потому что Если мы будем долго-долго разговаривать То наш подкаст затянется просто На безграничное количество времени Поэтому будем стараться вкратце И по делу, ну и конечно же, это наша имха Именно так и будем воспринимать Так, начнем с друида, конечно же Друид, и так Смотрим Твой любимый друид, я считаю, что Будет в этом на линии очень неплохо поднят А мне вот, я что-то не нашел За счет чего ты считаешь, он будет поднят? Ну, во-первых, шикарная Легендарочка, авиана, конечно же, да И с ней можно на десятый ход разыграть Любое другое существо Кого угодно Авиана очень не может Ну и самое главное, это еще колода, возможно Какая-то на зверях, потому что, смотри, добавляется яростный воин С неплохим Эффектом воодушевания, да Он зверь за 4 маны, 5-4, очень хорошая карта Ну, вполне себе, да И при этом, когда юзаешь херопауэр, он 3 атаки дает Очень неплохо Рыцарь Дикой природы Стоит меньше, когда призывается зверя Сама по себе карта, конечно же, ужасная за 7 маны 6-6, но с учетом того, что вы будете делать какую-то карту друида на зверях Но призываете их, она будет стоить На отвратительную карту абсолютно Ты думаешь? Ну, 6-6 существо за 7 маны, но о чем? Так оно будет удешевлено? Нет, если специально собирать колоду В принципе, к этому все идет, смотри, есть друид-змея Есть другие карты зверей, которые неплохо заходят Друид-змея является по умолчанию зверем То есть он не удешевится, так же, как и друид-когтя Он не является зверем Когда они призовутся только, да, они становятся зверем? Да Черт, тогда все не так очевидно Ну, в любом случае, можно будет посмотреть Подумать над возможными зверями Зверей добавили много И, возможно, какая-то колода друид на зверях заиграет Вот как тебе, например Ну, абсолютно не заиграет, я уверен Ужасная просто карт, на мой взгляд, астральная вера Которая дает 10 кристаллов маны, но сбрасывает всю руку Ее уже много раз обсуждали, конечно Но вот что ты думаешь по ее поводу? Хоть какие-то шансы у нее есть? Неиграбельная, неиграбельная абсолютно карта Во-первых, ты избавляешься от всей руки У друидов в текущем метагейме Проблемы точно такие же, как и во всех старых метагеймах Ну, у рамп друида Он не доживает Он просто не доживает до своей рабочей маны То есть мана где-то, ну, рабочая У нее ты сам знаешь какая, да? Поэтому существует сейчас колод только мидрейндж друидов Это и то там своеобразные Они играют в текущей мете Ну, не сказать, что очень уверенно лучше Часто проигрывают Ну, есть у них множество минусов И эта карта, она никоим образом не решает проблему То есть Ну, ты представь Ты играешь против мехмага Окей, ты друид У тебя четвертый ход Ты сбрасываешь с руки все карты Фактически пропускаешь ход И потом надеешься, что тебе придет что-то там тяжеленькое Не знаю, смертокрыл тебе придет следующий ход Ну, допустим, да Ты под эту колоду что-то там пытаешься собрать, сделать И ты действительно собираешься какой-то ужас в колоду Да, вот эти крупные-крупные существа Отлично, потрясающе Но А если не зайдет? А если не зайдет? Да все, да Действительно, согласен с тобой Ну, ладно Закончим Астральную веру Мне больше интересно Законение, например, мультичарования Это, возможно, какая-то попытка вернуть милдруидов? Как ты думаешь? Нет, не думаю Милдруид Ну, как бы это больше Рип Да Все фановые эти колоды на миле В данный, вообще в Хардстоун Милд не играет Милд играет, я не знаю, какое-нибудь Напомни мне название Дуэлс оф чемпионс То есть Вот этой игре она играет В принципе, милд колоды Милд колоды могут в МТГ где-то играть Но не в Хардстоун В Хардстоун милд не работает абсолютно Потому что милд не вызывает поражения Вот в чем проблема Хардстоуна То есть, когда ты колоду в других играх По правилам обычно Ну, как правило, часто очень Если колода игрока заканчивается Он проигрывает моментально В Хардстоуне Да В Хардстоуне это работает не так Здесь просто Снимаются КП Из-за этого основная проблема Милд колод Они не будут работать Нет, ну в целом, конечно Пробовать с ней играть будут Получится или нет Большой вопрос Ну, по фану можно собрать Да, я тут же сыграл Гары не уверен Хорошо, а что думаешь По поводу дешевых карт На самом деле, по-моему, неплохое заклинание Живые корни За одну ману Две единицы урона Либо два саженца То есть, две единицы урона Что-нибудь там Дешевое Законтрить Те же самых нелюбимых Но и жанклеров Я люблю всегда контрить жанклеров Но очень давно Но очень давно была колода Первый вообще класс, который использовал Малегаса Это был Друид Ты помнишь, у него было есть заклинание за ноль ман Типа вся колода там вообще контроль и добор карт Ждем Малегаса с этой фигней И в конце забираем Но потом многие некоторые карты слегка ослабили Друид контроль стал не столь эффективен В частности Не помню Как эта карта называлась Которая наносит урон всем существам Раньше наносил урон всем существам на столе противника В зависимости от количества атаки друида И она вот очень хорошо работала Как массовая зачистка Но потом ее изменили Она стала наносить урон только одному существу И вообще свой потенциал все-таки друид потерял Как контроль слегка потерял И вот это Малига друида Попробовать с ней что-то сообразить Можно будет В целом это друид Ну подумай Сколько он на комбе выдаст Ну допустим Просто комба Озарение Два вот этих И огоньки Ну в целом неплохо должно быть Под Малигасом Само собой Вот играется Малигас То есть соответственно Десятая мана у нас Чудом мы дожили Да вот отконтролили У нас десятая мана Окей Мы играем Малигаса Ну вот Сколько этого урона будет Ну 20 20 с лишним точно можно выдать 20 с лишним урона Ну хватит ли этого Должно хватать обычно Да хотя бы там десятку До десятого куда-то можно нанести Ну не суть В любом случае знаешь Сравнивать и живые корни С гневом Конечно же гнев все равно будет поярче Поэтому Карта сама по себе неплоха Но вот Да Есть же гнев Да Зачем тогда корни Хорошо Вот еще карта друид Квинка Ну взят очень хорошую Это неплохо Хорошая вторая дробь Очень хорошая карта Да Это просто избавит друидов Возможно от необходимости Играть в этих вкусных зомби Которые им постоянно На первый ход Ну просто приходится Мидрэндж друиду И их держать Чтоб хоть как-то Контрить Вот эту раннюю агрессию Противника Тех же хантов Локов Ну хотя Опять-таки Вот корни Ты кстати зря Возможно Они кстати и помогут От этого Потому что Две единицы урона За одну ману Это не так плохо При этом не нанося урон себе Ну а тут по сути да Две единицы урона За две маны Ну Как альтернатива 3-3-2 под маскировкой Ты про что Про корни Или про друида Обе карты будут играться Не ну да Карты в любом случае Неплохие Хотя Я бы обе их положил В колодец Дрэндж друида Например Потому что Карта с маскировкой Ты сам прекрасно знаешь Зачем нужна друидам Да А вот Первая карта Очень хорошо поможет От ранней агрессии Даже от тех же Мехмагов Возможно Да возможно Ну и последняя Интересная карта Это Наездница Дарнасская Наездница Которая по сути Работает как Как пассивный Буйный рост Да Который При смерти Этого существа Пропадает То есть На второй ход Ты ее ставишь На следующий ход Имеешь 4 маны Если она выживает Неплохая карта На самом деле Потому что Предыдущие карты Друиды Которые были добавлены Предыдущие дополнения Если ты помнишь Они давали Добор Карты Добали Таш дриад давала Возможность взять Лишний кристальчик Маны Но по какому-то черту Они работали на всех Они не только на друиды И за это вообще Никакую популярность Они само собой Не пользовались Их там для колоды Мил друиды Подстроили Вот эту дриаду И то не все Ее далеко брали В общем А вот эта карта Вполне себе заиграет Очень неплохо Даже заиграет Да Она вполне себе Бустит друида Но в целом Считаю что Неплохо друид Необсудим еще карту Дикий ходок Она плоха тем Что она тоже не зверь Да Не друид Не зверь Ну честно У друида Я вижу одну проблему Я бы выделил Друида Знаешь какую проблему Это карты Они не приносят Ничего нового Друида Эта карта Замечательно подходит Под текущую Стратегию Колоду друида Это Под Блин Господи Под мидренч друида На реве И прочей фигне То есть Но это не позволит Заиграть чем-то новым Это не позволит Раскрыться контрол Друидам Или друидам В больших существах То есть Настоящей рампе Это Даже вот эта Новая легендарка Ты доживи до этой Девятой маны Для начала Ну да Это там до десятой Потому что Ты ее ставишь Как бы сама по себе Там с девять маны Пять пять Это не что Ну девятая мана Еще с озарением Давай допустим Что-то Если с озарением То да Интереснее смотрится Соглашусь Ну да Все верно Усиливают Текущие стратегии Друида Которые на данный момент Не такие уж сильные Но ничего нового К сожалению Ничего нового Не приносит Да именно так Ладно Давай двигаться дальше К охотнику Видимо Самый любимый класс С бизардами Потому что Всем классам Дали по девять Классовых карт А охотнику десять Что ты думаешь По этому поводу Ненависть 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 No brain Что еще сказать Все в лицо Фейсхант Это уже Не знаю Притча выязыца Ну погоди Тупи только зоолоки Ты посмотри На сами карты Начнем с Храброй лучницы За одну ману В принципе Я считаю Что карта Весьма неплохая Да у нее есть Эффект воодушевления Если У вас нету карты Уносит двайшних урона То есть по сути Если вы там ее добираете Топ деком Клавите на стол И с хиропауэра Четыре урона На старте Она тоже в принципе Неплохая Да За одну ману Два днем существо Это стандартно Для Именно Фейсхан Гибрид хантов Что что Способность Ее напомни пожалуйста Или она просто Если у вас в руке нет карты Носит два единицы урона И герой противник Ты смотри Я же тебе ссылку скидываю Я иду дальше Я смотри Вниз пролистай Чтобы Ты как-то друиды Просто не по порядку Было Мы просто обсуждали Так В общем Хорошо Следующий у нас За две маны Королевский элек Ну тут опять Этот механик Который привел В большом турнире Да Механика такого Мини турнира Сравнение карт У кого круче Нет Именно про Боевой клич Когда-то Из колона Из колона Тащатся карты И чья тяжелее Тот Вот это механики По друиду Знаешь Да-да-да У друиду таких карт Нет Только общие карты Но вот общие карты Должны будут заиграть У друида И у паладина Должно быть весьма неплохо Ну смотри С другой стороны Существо за две маны Три-два Да Оно скорее Больше Ну явно Не для Агрессивных колод Потому что там Существа подешевле А для Мидрейнджа Вполне может заиграть Показывает существа Если ваше Стоит больше То вы берете Да Там какую-нибудь Выскогриво получить В руку Весьма неплохо Ну Не знаю Для ханта У них этих высокогривых Сколько в колоде Вообще-то дорогих существ Ты что против друида Какой-нибудь рамповый Такой потянешь Да нет Вот эта карта Мне кажется Как раз таки Играться особо не будет Ну она такая Весьма спорная Хотя В целом Неплохая Тоже тоже зверь Надо заметить Да За две маны Три-два Но боевой клич Весьма спорный Хорошо Новая ловушка Вот что ты думаешь По поводу нее Она Когда именно вашего героя То есть не существо А героя атакуют То есть панлоги Со взрывной ловушкой Призывает Медведя Три-три с провокацией Ну неплохо Очень неплохо Во-первых С жонглером Сразу же То есть Еще в лицо Закинет что-то К тому же Очень часто Пытаются секрет Нет Очень неплохо Редко бьют в лицо Когда стоит Жонглер на столе В целом Нет Нет Ну это понятное дело Что редко бьют в лицо Когда стоит жонглер Просто речь о другом То что В целом Интересная карта Во-первых Призывается зверь Со зверьми Хант может много чего Интересного Наворотить Ну а Во-вторых Хант Ну Достаточно ранняя Агрессия То есть Опять-таки Это Не знаю Смотри Вот если бы ты колоду Фейс Ханта Фейс Ханта Она не пойдет Вот я так сказал Да Там может взрывные И возможно морозные Но никак не Там надо то Что наносит урон А вот Ханту чуть другому Который больше На зверей Полагается Кто как раз Использует Этих высокогривов В своих колодах Вот ему-то Пожалуй Она зайдет Очень неплохо Мне кажется И дренежка Блин Ну да Ее без сомнения Нужно сравнивать По эффективности Именно со взрывной ловушкой Потому что они Похожи по механике Да Убьют по герою Есть какой Косяк у взрывной ловушки Она конечно Хража тем Что она бьет всех Там может защитить Ствол от мелких существ Притом у нас еще урона героев Но очень часто Ее там Знаешь Разминирует Либо там Ударив оружием Да В лицо Либо Там каким-то Одним существом ударив Просто ее взорвав И потом же выставляешь А как она срабатывает Смотри Урон в лицо идет Или сначала Мишка призывается Идет урон по мишке После того Как вашего героя Атакуют Призывает Три-три медведя Значит сначала Урон проходит Должен все-таки Проходить Скорее всего Потому что у паладина Она вот есть Что-то похожее Помнишь С призывом Его атакуют И призывается 2-1 Которая перенаправляет Да нет Но тут именно Уже после Удара в лицо Ну да У мидрейнджа Может заиграть Возможно даже У гибрида Но точно не у фейсханта На изготовку То самое Умопромочительное Заклинание Которое показали нам При анонсе обновления Ну это вообще Что ты думаешь Да вот Мне кажется Оно великолепно С другой стороны Надо понимать Что вы должны Использовать Под нее только Заклинание Которое вы разыгрываете На этом ходу То есть какие заклинания Там в целом есть Ну ловушки Понятное дело Скорострельности Команды взять Как правило Редко бывают Еще другие И за счет этого Вы получаете Новые Случайные карты Охотников В том числе Это могут быть Еще заклинания Уже какие угодно Так или иначе Это довольно круто То есть вы эффективно Используете И свои заклинания И получаете При этом новые карты Всего за 2 маны Тут конечно Нужно все подстроить Но карта должна Играться прям по любому Само собой В ранге На аренке Это будет конечно Слабовато Нужно еще оценивать С точки зрения арены На арене не очень А вот в ранге Это просто страшно Так Ну давай поговорим О легендарке Уже ханта Все ждут Жуткая чешуя У меня нет слов Мне наверное Как-то вообще не нравится За 3 маны За 4-2 Это даже Несмотря на Другую легендарку За 7 маны Которые тоже Но оно зверь Да 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 Оно зверь Это хорошо Но в конце хода Носят урон Всем другим существам Другим То есть получается Не считая себя Но при этом Она доважит И своих И вражеских Всего на днице урона А с чем она Должна играться Я тоже не очень Пойму Такой Мини Гидеон Барон У нас Да Разработчики Заявляли Что вот У охотника 10 карт Когда у всех остальных По 9 Потому что у него Карты Которые Дополненные карты Очень сильно Сочетаются с Сталиными двумя Видим Речь идет Именно О синергии Этих двух легендарок Жуткая чешуя И кислотные утробы Скорее всего Об этом речь Потому что Посмотри Еще на Вторую легендарку Еще Вторая легендарочка Да 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 За 7 маны Тоже существует 4-2 Тоже зверь Существо получает урон Оно уничтожается Ну то есть Это массовая зачистка Стала за 10 маны По факту Есть смертокрыл Извините меня Вот сравни Этих двух И смертокрыла Например Да конечно Смертокрыл Сейчас сбрасывает руку Ну в любом случае Есть куча разных АОЕ ремовалов И охотнику По своему стилю игры Как правило Они вообще не нужны Даже бывают Да там Зачистить стол Я вот эти не очень понимаю Возможно Вот я сейчас Просто пытаюсь Так сообразить А куда их тут засунуть Зачем это Зачистки стола Может быть еще с этими С командой взять Ну в смысле Не с командой взять С командой взять С собаками С собачками Протачить По мелочи Зачем это нужно Тем более за столько Мана Да За такую Он может попытка Как раз таки Сделать из ханта Что-то новое В него привнести Контроль Хант Такой слой обратно Ты еще главное Заметь То что она Не обязательно убивает Существо Негарантированно Если там есть Какие-то баблы Да Если там есть Предсмертные хрипы Там какие-нибудь Крошеры Изрыгатели Что-нибудь еще То она их не убьет Она просто Убьет Ну Бабабл просто Разобьется Да Там существо Останется жить Получив урон И в общем Это все так Очень-очень Спорно выглядит Мне как-то Вообще не нравится Если честно Надо будет посмотреть Может быть Что-то интересное С этим придумают Но Пока Сложно так Ничего не придумывается На самом деле Хорошо Конюх Очень крутая карта На мой взгляд Дает вашему зверю Неизвимость В этот ход Какие звери Могут за 2 маны Быть Которые А я считаю Что не крутая карта Опять же Зачем она нужна Фейстанту Она нужна Такие карты Нужны для того Чтобы Размен То есть Есть что-то У противника На столе У тебя есть зверь Ты ее ставишь Идешь в размен Все ништяк Твой зверь живой Существо противника Дохлое Но Хант разве этим Обычно занимается Хант обычно В лицо идет Просто Они уязвимы А с чего Хода не доживет Я считаю что Мидрейнджа Вполне себе Должна заиграть Этот конюх Ну Мидрейндж тоже Как-то не особо Старается ствол чистить И контролить его Не знаю Мне он Не очень нравится Не считаю я Такой уже Хороший Для ханта Опять таки Это возможно Какой-то Новый контрол Халобе Ну да Контроль Мы переходим К следующей карте Это мощный выстрел Нюк за 3 маны Носит 2 урона Существу И Также 2 существа Рядом с ним Это почти как Разрывной выстрел Или как он там Называется Который за 5 маны 5 урона носит Еще и Вокруг продамаживает Но Слушай Ну у меня прям Может быть я не прав Конечно Но у меня складывается Ощущение Что они делают Пытаются привнести В ханта Действительно что-то новое Чтоб какой-то Контрол Хан заиграл Ты сам видишь Выстрелы эти Аналог взрывного Только чуть послабее Неплохо Прикольно конечно Но это опять-таки Будет не очень полезно Ну да Он плохо тем Что смотри Он в лицо не бьет Только по существам Да Он интереснее чем Как там Нюк называется Тоже за 3 маны Который бьет 2 существ По 3 урона Он интереснее тем Что тот Когда ты бьешь Должно быть 2 существа На стреле обязательно Но это бьет по одному Даже Ну конечно Как зачистка Одного существа За 3 маны 2 урона Выглядит очень слабенько Да Соглашусь Для аренки Возможно Да На аренке Такие карты Будут полезны А вот В ранки Сомнительно Очень интересная карта Следующая Рэм Вранглер Если у вас под контролем Есть зверь Призывает другого Случайного зверя Сам по себе Карта ужасна За 5 маны 3-3 Но Еще один случайный бист Если у вас уже есть Зверь Как ты думаешь Насколько это профило Ну это опять Из той же оперы Знаешь Ставим ловушку У нас там появляется Мишка таун Потом можно Вот этого дядьку сыграть То есть в целом Знаешь Играть действительно Пытаться На стол Выставлять существ Я не знаю Соотносит ли это С концепцией Мидрэндж Канта Но В целом Играть так можно И когда-то Давно так играли То есть С Кантом Именно играли Старались на зверях Усилять их Бафать их В общем Держать на столе Своих зверей Стараться держать И сейвить Там ловушками Вроде морозной Тоже В целом Так можно было играть Раньше Когда-то Но Вот это В принципе Сотносится С данной концепцией То есть Когда у тебя Действительно На столе Будут существа Ты будешь Стол контролить И для этого Как ты видишь Карты новые Появляются С той же Конюх И вот Эта карта В принципе Заходит под эту Концепцию Но я уже думаю Что я себе Ханта нового Соберу А как же Ханты плохие Там Лишь не будет Унылый Фейсханг Какой-то Это будет контроль Рэм Явно карта Слишком медленная Для фейсхантов А для чего-то Помедленнее Мидрейнджи И может быть Что-то новенькое Она вполне Себе должна Заиграть Паучий клубок Вот на мой взгляд Спорно Три тенетника За шесть маны Призывает Да Это заклинание Работает На изготовку Еще с чем-нибудь Можно с интересным Сотворить Но Это так медленно Ты получаешь Три существа Один-один Которые Да После смерти Тебе дадут Других зверей Но Чёрное Но на изготовку Толку От изготовки Дешевле То оно не станет Да-да-да Те же самые Шесть маны На любом случае Слишком дорого Даже для контроля Просто сравнить Ну первое За шесть маны Есть высокогриф Да Вот Где высокогриф А где Три тенетника То-то и оно Ладно Всё С охотником Пожалуй Заканчиваем Этот любимый Близзардами класс Оставляем позади И переходим К моему любимому магу Ну Давай Что ты думаешь По поводу мага Как тебе По-моему Маг Больше всего Поимел плюсов От Механики Массы С воодушевлением Хорошо Ну да Действительно Вспышка мага Это Само по себе Очень сильный Херо Пауэр Например Друидский Херо Пауэр Мне нравится Куда как Меньше В сравнении С маговскими Так Именно так Да Теперь сразу Можно смотреть На павшего героя Который За две маны Сам по себе Он 3-2 Хороший И делает силу героя На одну ницу Больше урона То есть Мы за две маны Будем пинговать На два урона Ставим с монеткой Павшего героя И на второй На второй ход Можно спокойно Пинговать На два урона Ты уже не ответишь Таким существом 3-2 В ответ Защищать Тех самых Жонглеров И прочих Нелюбимых Персонажей Ну вот Мы Тиродейскую вспышку Не посмотрели Носит два урона И получает двойной бонус От урона заклинаний За одну маны Конечно Два урона Мы уже обсуждали Что это такое себе Когда у маги Есть более интересное заклинание И притом Бьет только существо Заметь Да В лицо И бить нельзя Но при этом Получает двойной бонус От урона заклинаний То есть Если ты ставишь Там Кого-нибудь С уроном и заклинанием Она уже наносит 4 За одну ману 4 урона Это Это хорошо Это очень хорошо Это даже сравнивая Там с этой Согненной пушкой Которая рандомно бьет За две маны Тут точно Ну да Конечно Есть небольшое условие В любом случае Карта должна будет Тоже найти себе место Хотя Она чуть более спорная Чем павший герой Конечно же Так Очень клевый полиморф Новое превращение Хряк Что думаешь по его поводу Превращает теперь уже Не в овечку 1-1 А в кабана 4-2 с рывком И не за 4 мана За 3 Как-то Знаешь На самом деле Очень мощная штука Опять По-моему Это Возможности Пинговать На 2 урона Этот хряк Отлетит в небытие Очень быстро От маны Так смотри Да Ты во-первых Можешь что-то там Что-то плохое Поветить у соперника Тириона Кого-нибудь Поветить Кабанчика Несчастного С другой стороны Разница в мане Между полиморфом И этим хряком Не такая уж Великая Овечка Безопитная Смотрится куда Интереснее На столе Чем кабанчик 4-2 Который надо Еще чем-то добрать А зато есть Еще другие Альтернативы Своё существо Что ты думаешь По этому поводу Ты ударил Потом превратил В кабана И можешь еще раз ударить Еще на 4 урона Это правда Вот с той точки зрения Что он может Отспользоваться В две стороны И даже чаще Наверное будет Отспользоваться На кого-то из своих То это очень круто Второй ход Мы играем Чародейку Ну сыграли Чародейку На первый ход У нас вторая Две маны Чародейка на столе Мы играем И бьем ей в лицо Потом превращаем Ее в хряк И еще раз Да Это 7 урона 7 урона На второй ход Здравствуйте Нет Опять же Сравнить даже ее С призывом зверя У охотника Когда он призывает Случайного зверя Есть тот самый хряк 4-2 с рывком Это гарантированный он И он в обе стороны Работает За 3 маны По-моему это очень круто Я себе эту карту Очень-очень сильно хочу Я считаю Что она одна из сильнейших Которые добавили магов Ну что ж Двигаем дальше Чаромет Боевой крич Каждый игрок Кладет в руку Случайное заклинание Существо За 3 маны 3-4 вполне нормальное А случайное Вообще случайное Вообще случайное То есть не своего класса Абсолютно любое С одной стороны Да, это маг Ему нужны заклинания И это круто Но с другой стороны Это опять же киберспорт Что даст тебе Что даст сопернику Тебе может дать Кую-то лютый трэш Сопернику дать Может что-то Очень-очень крутое Не знаю Пиробласты Что угодно Так что Такое сильное Нет, ну разве что Играть ее Вместе там С каким-то Тоже в темпо Возможно С монозмеями С поджигателями Чтобы у тебя было Больше заклинания Которые ты можешь Спамить Чтобы растить своих существ Чтобы зачищать стол Ну и так далее И так далее Разве что Вот куда-то Туда она может Как-то заехать Новый секрет Мага-чучело По-моему секрет Очень крутой Круче намного Чем отраженная сущность По крайней мере Которую я уже Начинаю ненавидеть И думаю Надо бы Избуряться В своей колоде Слушай, ну Спорно Да Она может призвать Само собой Тоже тот самый Киберспорт Может призвать Лютый трэш Там призвать Я не люблю Играть Что-то Что-то бесполезное Что-то там Не знаю Хоть Вестников Рока Хоть что-нибудь Что-нибудь Еще такое Абсолютно Адекватное Неадекватное Как пойдет Рандомное Что-то без Боевого клича Какое-нибудь Существую Которую бесполезно Боевого клича Она призывается А может призвать И что-то прикольное Так что Это интересно В таком случае Должно быть забавно Что новое Будет вызываться Новая матрешка Пассивный крошер Скажем так Вот Ладно Двигаем дальше Претендент Долоран С воздушевления Получает Плюс один К урону От заклинаний Это Это смотри Это скорее всего Комба с чародейской вспышкой Возможно Напрашивается Более всего Да Ты его допустим Играешь на 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 У мага Ремувала Поинтереснее Которые Ты будешь Получать С этого Плюс одного Вот огненное копье Оно По-моему ужасно Мне не нравится Это заклинание Оно Для ранки Дано точно Никак не пойдет Ты за 5 маны Вносишь 8 ранов Очень часто По эрболам Бьют не в лицо А убирают существа Да бывает Но Тут не 4 маны А 5 это раз Это большая разница И все 8 урона Опять же Это не уничтожение Допустим Как там карта Роги есть Которая за 5 маны Уничтожает существо Ассенейт Да Ассенейт Ей пофиг Там бабл Что-нибудь еще Она просто Уничтожает существо А тут ты там Пузырь не пробьешь Ей да Там что-то еще Быть может Там не пробьешь Она просто Носит 8 урона Часто тебе Эти 8 урона Бывает не нужны На 5 мм ходу Давай дальше Дракон Холодары Дракон Холодары Вы можете использовать Силу героя Сколько угодно раз Эта карта Очень интересная Напрашивается Очевидный комбас Павшим героем Да У мага Тут все очень хорошо Ставится Павший герой Затем Дракон Холодары Потом Пингуй Пингуй И запингуй А еще если вспомнить Про новую легендарочку Которая общая Которая тебе За каждое использование Херопауэра Дает по заклинанию В руку То это выглядит Просто шикарно Конечно Да Мага Очень хорошо Работает с механикой Выдушевлимой Вот эта Новая Именно так Да Как будто идеально Прямо для него создавали И Само по себе Существовало неплохое 6 мана Существовало 6-6 Да Это не какие-нибудь Там 5-5 И не какой-нибудь Там даже 7-5 Это ужасные 7 атаки Когда Тебя убивает Опытный охотник Я не знаю Сейчас такое ощущение Что просто У всех будут Папари Опытных охотников В колодах Потому что Много Существ Все плюс атаки Которых можно Их будет сбривать Очень хорошо Вот То есть 6 атаки Отлично 6 здоровья Тоже неплохо Ставится И Ну То есть Очевидно Появление новой колоды Вот на воодушевлении У мага И Дракон Хладары Будет Одной из кучевых карт Там Еще учитывая Что это Карта не легендарная То есть И в колоде Может быть 2 Вместе с павшим героем Вместе со всем Это будет Все очень неплохо Комбиться И я думаю Это будет Весьма интересно Ну про Ронина Ты уже да Рассказал все Погоди Я про Ронина Ничего не рассказывал Ну ты уже про него Почти все рассказал Ладно Давай про Ронина Да Ну вот Это карта Это не та карта Это карта Сыгранами Она общая Это Ронин Новая карта мага Стат у него ужасный За 8 мана 7-7 Обычно За 7 мана Но Вы кладете в руку 3 копии карты Чародейской стрелы Предсмертный хрип Но только это Предсмертный хрип Если бы это был Баттл Край Было бы другое дело Вопросов бы не было Но это Предсмертный хрип Это все Но взят плохо Мне не особо нравится Эта легендарка Я пока в ней Сильно не уверен Потому что Потому что Опять же 7 атаки 7 здоровья Всего статы ужасные Ты получаешь 3 чердейские стрелы Допустим Да у тебя Уже в руке лежит Антонидас Которым Чародейские стрелы Надо разыграть Чердейские стрелы Это случайный урон Они куда-то там полетят Чтобы их получить Тебе надо убить Этого Ронина Чтобы либо Либо ты убил его Либо противник его убил Ну а как тебе Такой вариант Смотри Не обязательно В принципе Судя по тому Что мы видим У мага У него достаточно Много карт Которые должны работать На усиление заклинаний То есть Ну вот в частности Урон от заклинаний То есть Возможно С этой механики Предполагается Как использовать Разогнаться По урону От заклинания И использовать Чародейские стрелы Уже таким образом В том числе Конечно же да Но Чародейские стрелы Веча рандомная Они интересны Только либо С Антонидосом Либо с Поджигателем По большому счету Сами по себе Они не интересны Тем более Для темпа мага Не стал Такого Для темпа мага Это слишком медленно Смотри Ты ставишь его На восьмой ход На восьмой ход Когда у тебя есть варианты У тебя есть вариант Рагнароса У тебя есть вариант Бума И прочие-прочие Варианты На эти ходы Гораздо более интересные Антонидос тот же самый Да Ты ставишь его Потом ты ждешь Пока он умрет Потом ты получаешь Червейские стрелы Потом у тебя должен быть Либо Антонидос Либо Поджигатель в руке Либо У тебя должно быть Что-то С усилением На столе Все это Настолько Должно совпасть Звезды И что получается Ну фактически Да давай посмотрим На эту карту Прямо Восемь маны Восемь плюс три Да Одиннадцать маны Существует Семь семь И девять Случайно распределенного Урона На мой взгляд Слабенько Он такой себе Да Вот если так на него Посмотреть То да Он может быть Заиграет Можно будет попробовать Но Не трогай его Только смотря Да Не пробовав Поиграть Пока Впечатление от него Не самое лучшее Скажем так Тем более сравнивая С некоторыми другими Новыми легендарочками Ладно Переходим к паладину Потому что мы будем Сильно долго Все дело растягивать Давай Твой паладин Тоже твой из любимых классов Что бы ты бы сразу же выделил Состязательный спринт Секрет Когда Начинается ваш код Ваши существа Получают Один Один Очень интересная карта На самом деле Учитывая Механику С рекрутами Призванными Согласись То есть за четвертую ману Мы можем получить Три существа 2-2 По факту Хорошо А теперь подумай Как это может работать В обратную сторону Ты его Ну во первых Его нельзя разыгрывать Ни в коем случае С безумного ученого Да Да Потому что Может уйти там Никуда Он никого не бафнет Опять же Ты разыгрываешь секрет Допустим Ты там С призывом В бой У паладина очень дешевые Секреты Да У паладина Секреты за одну ману Хорошо Смотри Ты разыграл призыв в бой И состязательный спринт Противник Это дело Видит Да Он конечно не знает Что там секрет Но чем не будет Защищать Чем угодно Хоть этими Чародейскими стрелками Защищает Который у меня называется Как раз с этими рекрутами Построен на рекрутах Очень хорошо с ним заиграть Я думаю Даже этот секрет Интересен не сам по себе Сам по себе Он довольно слаб Он нам больше интересен С таинственным претендентом Посмотри вот на эту Мифическую карту За 6 маны Он сам по себе За 6 маны 6-6 Что тоже сойдет Но самое главное Что он кладет Один экземпляр Каждого секрета Из колода На поле боя А вот это уже Гораздо Гораздо интереснее То есть по сути Но максимум же Три спид Можно повесить Какой-то паладин Как раз с этим секретом Со спринтом С секретом Который бафает На плюс 3-2 При смерти И какой-нибудь там еще Секрет допустим Ну нужно еще посмотреть Да там секрет Когда делает Но он не бафнет Смотри Он повесит эти секреты Окей Но придется противнику Быстренько-быстренько Чистить стол Чтобы этот спринт Не сработал Потому что сработает Он тут на следующий ход Ну в том числе да Ради спринта И пока он почистит стол Там опять же Сработают другие секреты Что-то еще интересное Получится В общем тут можно И в этом плане Уже секрет Плюс этот претендент Выглядит очень-очень интересно Двигаем дальше Оружие новое Паладиновское Серебряное копье Оно ужасно Ну почему Неплохо Для контроля Паладина Очень неплохо У контроля Паладина Очень мало Карт дешевых Существ Реально дешевых существ Потому что у него Дешевые существа Это кто Пироманы Пироманты И все Но с другой стороны Нет Если срабатывает Баттл Край Да если твое существо дороже Тогда у тебя получается Нормальное оружие За две маны Два-три Это хорошо С добором карты Еще Почему с добором карты? Потому что у меня Существово больше Я беру его себе Нет-нет Ты почитай Если у тебя Существово больше Ты просто Потом получаешь Одну единицу Прочности Да-да Ты Ну два-три Да Тогда в топ Говно Тогда это Не такое уж Интересное оружие Тем более что Есть оружие Поинтереснее Из-за этого Ману И чуть подороже А много-много оружия Ты просто не сможешь Все вместе разыгрывать Поэтому мне Сребряное копье Нравится Не нравится Можно сказать Да Слабенькое оружие Боевое Берейтер Ваши палатин рекорда Получают Надо больше рекорда Это по сути Тоже какая-то Карта По аналогии С Леоком Да Можно сказать Только она конечно Бафает Лишь паладинов рекорда Но После какого-нибудь Призыва в бой И прочих Сработает Очень даже Неплохо Если еще там Интендантов По цвет дела Построить И пытаться Такую вот Колоду на рекортах Сотворить Должна карта Заиграть Ну плюс И в рекорде Нельзя забывать То что рекорде Это сила Паладина Так скажем Киропала Поэтому Именно так И тем более Это еще не Батла Края Пока с карты Находится на столе Всегда паладины Рекорды бафнуты Следующая карта Печать чемпионов Скажи Она тебе ничто Не напоминает? Кое-что напоминает На самом деле Карта Для агропаладина Который колоды Сейчас играет От которых У Элиота Бомбит Я жутко ненавижу Агропаладинов Настолько что Решил на саму Собрать агропаладина Чтобы ненавидеть Еще и себя Вот Это по сути Получается Карта Два в одном Да Есть карта У паладина Баф на Трик атаки И баф на божественные щиты Обе стоят по одной маны По одной мане Складываем Получаем одну карту За три маны Вполне неплохо Для агропаладинов Должна зайти Да Да Идеально Мурлок рыцарь Как тебе Он плох тем Что он Либо тут Неправильно написано Либо он сам по себе Не мурлок Если он сам по себе Не мурлок То это полный отстой Это кстати да Бредовый Это бред да То есть ты его ставишь Потому что Если колода на мурлоков У тебя должно быть До жопы мурлоков И они должны все Бафаться Бафать друг друга И бафаться друг от друга А если он сам не мурлок Тем более ты еще Его ставишь Потом призываешь Рекурта На пятый ход Чтобы призвать Случайного мурлока И ты можешь выбрать Какой нибудь опять же Трэш И паладин на мурлоках Выглядит сомнительно Эта карта За 4 маны Статы у него Достаточно Напосредственно Да Эта карта была бы Очень прикольная В колоде шамана Но почему то Она находится в колоде Паладина И вот опять же На самане мурлок Поэтому уже Не так весело смотрится Хорошо Следующая карта Наездник клыкаров Тоже сравнение По сути это Такая замена Хиллбота получается Да Из целятора Что ты думаешь По ее поводу Для хилл Паладином Его зайдет идеально Она должна Шикарно заходить В Мидрейнджевых И там Каких-то контроль Колодых паладинов Слушай Карта это вообще Божественная Она гораздо круче Да Там хилл За 5 маны На восьмерку И существо 3-3 Тут За 5 маны Хилимся на 7 И существо 5-5 Да Но при этом Нужно конечно Выиграть мини состязание Чтобы у вас была Карта подороже Но в целом Да С большой вероятностью У вас все таки Будет карта дороже Поэтому должна заиграть Как аналог Все больше нравится Друид Мне все нравится Как-то Новые карты Друид А вот паладиновские Очень Следующая карта Вход в колизей Это что-то наподобие Паладиновской потасовки Уничтожает все существа С заключением Существа Самой большой атакой У каждого героя Как ты думаешь На сколько В принципе Какой ситуация Может быть полезно На твой взгляд Ну когда ты ставишь Террион И тебя рашит Например Как массовая зачистка Стола Тупо уничтожит существа Да у меня там нет На столе существа Но у противника Заставлен Какому-нибудь Не знаю Подлого Зоолока Или фейс Канта Или мехмага Весь стол Заставлен Всякой пакостью Из этой пакости Оставить только Одно существо Ну при том Самое сильное существо Что не очень весело Они давят мне силой Существа Они давят массой Ну да Тоже возможно Ну в целом Да Такая Аналог Потасовки В паладине И так Есть отличные АОЕ зачистки стола Его равенство Вместе с пиромантом Либо Забыл господи Освещением Да Оно и так Замечательно работает Ну И это Это 6 мана Все таки Вот за 5 ман У освещения Извини С равенством Тоже 6 ман Да Но тот Тот весь стол Зачищает С большой вероятностью Да Если там только Баблов не было И предсмертных липов А тут Уничтожает Далеко не всех Поэтому Такое Так ладно Претенентом Мы уже обсудили И последняя Легендарочка Вот что ты думаешь По поводу Эдрика чистого Я бы не брал Есть Ну знаешь Ее можно конечно В теории Как бы Всем сделать Атаку один А потом там Вот эти ремувалы Вот этот ремувальчик Новый Это конечно А кстати Да Получается Всех атак один Он всех убьет Ну видимо да Или он всех оставит Как сработает Вход в кризисе В таком случае Интересный вопрос Конечно Закомбить их будет тяжело Да Потому что 7 маны И 6 маны Но с другой стороны С другой стороны Он же их раздебаф То есть они Так или иначе Останутся таковыми Это не работает Как некая Постоянная Как я понимаю Это батл край То есть он их дебафнул Сегодня Стала атака Один как у миротворца Как миротворец делать Слушай Такой знаешь Массовый миротворец Но вот мне он По этому не нравится Есть миротворец За 3 маны Которые гораздо эффективнее Тебе как правило Не нужно всем атаку Делать единицу Да Тебе там надо Какого-нибудь Бума сделать 7-1 вместо 7-7 Да А потом кода И подобные вещи Именно так Да А сделать Когда уже на 7 ход Извини У тебя У противника Весь ствол заставлен Ты ставишь Этого Драгочистого Он сам Если он сейчас Провокацией был Это было бы прикольно У него провокации нет даже Нет Слушай Я знаешь У меня была одна колода Паладина тоже там Что-то с хилом И так далее Знаешь за счет чего Выживала Это выживала Каладин То есть мне плевать было На то что противник Ставится существо Там 2-3 существа На столе Если у меня достаточно Карта Чтобы отхиливать Этот урон И в целом Эта карта Может сработать Знаешь То есть Ну окей У него стол заставлен Но я сделаю всем Атаку 1 А на следующий ход Я просто отвлечусь И все То есть Как бы от этого урона И ничего страшного В этом нет То есть в целом Может сработать Я наверное ее попробую Если выпадет Она мне каким-то чудом Я ее потыщу Ну вот Я пока более скептически Настроен к этой легендарочке Ладно Давай двигать дальше Следом у нас идет Прист Ох уж эти присты Мы все сложим Давай ты Приста на мой взгляд Довольно интересно Апнули Ну первое Это Быстрое исцеление Да это Хил на 5 здоровья Притом хилит не героя А выбранный таргет Можно и существо И похилит Очевидная связочка Допустим На четвертый ход С этим Рубакой Который сам себя дамажит 4.7 Его можно отхилить Как вариант Как вариант Просто Ну как вариант Допхил С аукинайками Там какие-нибудь Работает как Это Как урон Поэтому карта Очень даже интересная И я думаю Будет Колодой жреца Полезно Слово силы Слово силы Триумф Ну за За одну ману 5 хилы Или 5 урона Это круто Под всякими Там еще Вспомним давай Про Пророка Ферриана Который в два раза Все дело увеличивается Но это Сообщат Хорошо Не знаю Мне меньше нравится Чем первая карта Например Ты про триумф Говоришь Да Так Когда существо Атакует Выбранное Можно повесить На противника Это самое главное Да Восстановит Вашему Герою Четыре днице здоровья Вот то что На противника Ее можно Это очень сильно И потом Можно просто забить На какое-то время На это существо Но Знаешь Есть более интересная карта Ну паладинуса Со схожей механикой Да Когда существо атакует Выберете карту То Поярче Мне кажется Выглядит Чем это слово Силы триумф Явно Следующая карта Вот мне честно Не сильно Как-то Она прям нравится Я не ошибаюсь Да Есть существа Со схожей способностью Да Как там Безумный ученый Или алхимия Как называется Да Ты существой Играешь И то же самое По сути делаешь Почему это карта Играешь Ну тут за две малые Это заклинание И оно массовое А безумная алхимия А Она массовая Там тоже за две маны Но там существо 2-2 А это меняет атаку И здоровье Всем существам В том числе И своим То есть Там можно сделать Что-нибудь Будет очень сложно И интереснее Разыграть Хорошо Это надо Там подбирать Прям момент Идеально Чтоб она Заиграла Мне такие Как-то не очень Мне кажется Сомнительное Использование Ну например Хорошая комба Со световой бомбой Да Возможно Там Если вдруг Ким-то образом У противника Существ здоровья Больше чем Атаки Что-нибудь Такое Там И зер каких-нибудь Убивать Да Легко Возможно Вот кстати Да Возможно Немножко Избавить Жреца От его Вечной Проблемы С 4 С атаками С атакой 4 Просто Именно так Да Ну в общем Одна Одна В колоду Какого-нибудь Там контроль Жрецу Может зайти Явно Две Будет Лишними Два Замешательства Обращение Вновь Ворует Коварный Жрец По-прежнему Продолжает Воровать Да Он Ворует Копию Вражеского Существа Свою руку Выбираешь На столе Существо Которое Тебе Нужно Карта Больше Для лавита Само собой Ну во вторых Ты не будешь Там Какого-нибудь Липрогном Воровать Да Что-нибудь В этом духе А вот Когда-нибудь Потом Бумчика Своровать И убить В руку Его Пладет Как-то Не очень За 2 маны Почему За 2 маны Да За 2 маны Можно Что-нибудь Скопировать Своровать Взять Там Поставил Противник Оргонороса Или Сильван Давай я его Скопирую И тоже Поставлю Именно так Да Вот так Оно и Будет Работать Тоже По-моему Карта Будет С другой Сторон У жреца Просто Знаешь Чем Мне Нравится У жреца На самом деле Так много Других Комбинаций Крутых Что Может Просто И местными Найти Колоду Все Не уберется Тут я С тобой Соглашусь Служитель Драконь Его Покоя Опять Пытаются Навязать Драконов Кругом И везде Притом Многим Колодам Мы еще Потом Доберемся До следующих Колод Дают По одной Карте Которая Вроде бы Играет Драконов Мол Собираете Драконов Так Существо За 2 Маны 1.4 Что Плохо И с батл Краем Если у вас есть Дракон Получает Присоединок Атаки И провокация То есть Существом 2.4 С Таун Это прикольно Но Вам нужен Дракон А дракончик Есть Вот что Плохо Да Есть Там Дешевенький Дракончик Но Этот Сам Само Существово Не дракон Опять же Прикольно Было бы Если бы Бонусом Было драконом Тогда Это Игралось бы Еще Поинтереснее Можно Было бы Что-то Подумать А так Колода Присто На Драконах Очень Пока я Ее не вижу Сложно Да Вот Именно Что Очень Сложно Все Дело Выглядит Поэтому Не знаю Так Ну и На арене Точно Будет Плохо На арене Получить Лишнего Дракона Еще К себе В руку Это Ужасть Хорошо Ищать Детьмы Когда Берете Карту Снижает Ее Стоимость На Один Ставишь На третий Ход Если Она Выживает На Третий Ход У У Тебя Карта Полученная Стоит На Одну Ману Меньше И Так Далее Если Было Смаскировкой Я бы Сказал Что Это Им Бадли Пусть Она Была 3-1 Смаскировкой А так 3-3 Слушай Нет Одбой Она Не Так Работает Она Будет Работать Именно С Захилом То Стоит На Столе Жричка Или Ты Например Копируешь Карту Две Манна Любое Взять Тебе Кар Дает Тебе Ее Будут Ставить Именно Под Набор Копируем Это Вряд Ли Набор Через Жичек И Еще Каких Небудь Там Других Существ Через Соколитов Прикольно Очень Работать Но Должно Сработать Ну Не знаю Даже Знаешь Украденные Мысли Какие Нибудь Могут Быть Банальные Украденные Мысли Плюс Ища Деть Мой Это Шесть Мана Это Уже Не так Весело Возможно Потому Что С другой Стороны Шрец Особо Не давит Никогда Стол Он Может На Седьмую Ману Сыграть Одни Украденные Мысли И Так Взять Жреца Нормально Бывает Часто Ну В целом Существует Неоднозначно Да Но Конечно Для Арена Тоже Ну Для Рена Будет Скорее Плохо Для Рейтинговых Игр Получше Нужно Будет Посмотреть Посмотрим Поживем Пророждение Тьмы Носит Четыре Единицы Урона Каждому Герою Когда Вы Используете Свой Хиропауэр Это Прикольно Что Ты думаешь Агро Жрец Но Статы Хорошие Было 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 На Четыре Пять Было Вообще Великолепно Да Так На Четыре Не Настолько Круто Но Тем Не Менее Да То Вы Стоите На Четвертый Ход На Пятый Ход Захиливаетесь Получаете По Себе Два Урона Противник С4 Слушай Я Что-то Так Подумал Не Очень Прикольно Получается В Более Поздних Стадиях Возможно Чтобы Она Ставила На Стале Но Ставить На Стале Всего Четыре ХП Сложно Пока Сказать Не Такая Интересная Карта Как Могла Быть Если Даже На Орен Например Я Возможно Ее Взял На Вот На Орен Опять Ж Ситуация Ты ставишь Четвертый Ход На Пятый Ход Ты должен Узять Хиропауру Чтобы Там Не Стиль Ты Должен Стоять Дальше Ну Ладно Давай Дальше Перейдем Цветает Защитница Это Очень Крата Мне Нравится По Сравнению С Карты Которые Как Она Называется Жричка Нет Какая Там Карта Которая Получается Тоже Призыв Атаке 1-2 Когда Ты Отхиливаешь У этой Карты Отличные Старты За 4 Мана 3-5 Существов Вполне Неплохо И Как только Идет Какой-то Отхил А тут Может пойти Массовый Отхил Да Все Что угодно Может пойти Она Будет Бусить Свою Атаку У нее 5 ХП То есть Убить ее Не так То Просто И Поэтому Карта Должна Просто Обязана Заиграть Практически Всех Холодых Жреца Я считаю Она Полная Не очень 5-4 Но Ты Используешь ее На 9-й ход Захиливаешься И она Самонит Легендарка Я вангую Приход Жрецов Стоит На столе Еще ход Еще легендарка Стоит Еще ход Еще легендарка А там уже Что выпадет Можно много Чего интересного Сделать И в общем-то Очень сильная Легендарка По факту Ну Если уменьшить Таким Еще один Взял Уменьшил ее Стоимость До 6 А Там же Ну Есть же Легендарка Нет Существа Нет По-моему Которые Два Раз Даст Использовать Киропау Заход Есть Есть Нейтральное Существо Такое Ну Ладно Все это Можно Пробовать Разыграть В любом случае Легендарка Очень Даже Интересненькая И Очень Клево Должна Считай Как Знаешь Крошер Который После Смерти Призывает А этот Пока Пока Живет Пока Ты Хилишься Как То Так Хорошо Переходим К Роге Разбойник Что Сказать Разбойника Пытаются Сделать Пирата Пирата Разбойником Да Добавляют Буканьера В целом Карты Конечно Хорошие За одну Ману Бафает Ваше Оружие Когда Вы берете В руку На плюс Один К атаке Потом Пока Карта Находится Это не батлкрай Ничего В отличии От той же Карты Как она Называется За две Маны Которая Она только Батлкрай Боевым Кричем Бафает Оружие То есть По сути Ставишь На первый Ход На второй Ход Призываешь Оружие У тебя Получается Оружие 2-2 Неплохо Неплохо Да Можно Тех Самых Жонглеров Убить Самое Главное Поэтому Сам Буханер Должен Заиграть Насчет Колоды Это очень Сомнительно Нет Попробовать Наверняка Буду Да Заиграет Или нет Большой Вопрос Потому что Все таки Пираты Какие то Пираты Не очень Слушай А вот Как тебе Следующая Карта Герой Подгорода Мне она Совершенно Не нравится Следующая Карта Она хороша Только против Агроколод Каких нибудь То есть Теоретически Не знаю Ставят Лепрогнома На первый Ход Ты С монеткой Разыгрываешь Ее И этого Лепрогнома Какого нибудь Меха Что нибудь В этом духе Какое нибудь Существо За одну ману С одним ХП Иначе Она Действительно Плоха Очень плохая Карта Ну просто Агент Шру Вот он За свои Два урона Его можно За три маны За три маны Два урона И существо Получше Получаешь 3-3 Другое дело Да Поэтому Опять Ну Все позовет Сравнений Сравниваем Героя С агентом Получаем То что Агент В плюсе Явно Хорошо Грабитель Очень прикольный Великолепно Удержать его На столе Будет проблематично Все таки Два урона Смотри Да Ты Ставишь его Через монетку Разыгрываешь его Через монетку На первый ход И бьешь героя У тебя уже есть монетка То есть монетка тебе вернулась Профит Профит А ты убьешь Уже никакого урывка Нету Нет Ну Ты его поставил И С большой вероятностью Сложно убить На первый ход Или прогном Будешь его ставить Нет Ты его не поставишь Нет не будешь Окей Ставит противник Зомби Вкусного На первый ход Ты тоже его не поставишь Нет Но все таки бывает Противник ничего не ставит Ты ставишь эту фигню И тут же там Не знаю Какой-нибудь друидовский гнев В него заходит И он нас покидает Или Воин его топором прибивает И че Ну заходит и ладно Да Может карта и не сыграет Но в любом случае Карта весьма неплохая Я думаю Что она будет очень полезна Это тоже как Личное заклинание Монетка это заклинание Монетка это Разгон для серии приемов В где-нибудь процентах 60 случаев Она все таки будет Давать вам монетку И поэтому Карта полезна Да и сама по себе Существует 2-2 Ну сойдет Мне карта нравится Давай дальше Мне не очень Темный делец Как тебе Эта карта Опять же Возвращает нас К пирата Рогам И тут она Смотрится даже Поинтереснее Сравним Опять я забыл Название Карта За 3 маны Которая Мехами усиливается Как там Техника Или как он там А Да Но он бесконечно Баф На 2 баф Идет Ты это имеешь ввиду Рогов Нет Нет Я про Общую карту Которая Если у вас есть мех Она становится Из 3-3-4-4 И дает вам запчасть Детальку Боже забыл Как называется Неважно А Гном Гном Вот По сути Это Такой себе Аналог Тут Существует 4-3 Становится Оно 5-4 Да Но при этом Конечно Не дает вам детальку Но в любом случае За 3 маны Существует 5-4 Это очень даже Неплохо Вот если бы Оно становилось 4-5 Было бы Интересней Именно так Да Само собой В ХС Поинтереснее Карты Как правило Углевают Которых Больше хп Чем Атаки Потому что 4 Можно Пропробить Да В любом случае Тоже Еще одна попытка Сделать Пираты Рогу Возможно Не знаю Мне кажется Безрезультатно Хотя они даже Добавили Нейтральный легендар Легендар С рывком Который там Стоит меньше И прочее Пробовать будут Насколько Это будет эффективно Покажет время Вот Скажем так Хорошо Следующая Кража Тоже Ворует Как И не знаю Идет по пути Преста Ворует Два Две классовые Карты Но только Это классовые Карты Случайные Вот что Плохо Если сравнить С украденными Мыслями Преста Который Ворует Карты Из колоды Противника Во-первых Он тебе Показывает Да Он тебе дает Инфу Какие карты В колоде Противнику Во-вторых Обычно В колоду Всякую фигню Ты не берут То есть Ты что-то С большой Ротностью Получаешь Полезное А тут Ты можешь Такую фигню Два клубка Пауков Тинетника За шесть Маны Получишь Вот именно Да И разбирайся Полезно Очень Роги А вот Следующая карта Она С одной стороны Очень прикольная С другой стороны Спорная Норы в земле Вы замешиваете Три кладки В колоду Оппонента Заклинание И когда Оппонент их берет Призываете На свою сторону Неруба 4-4 То есть Теоретически Если Представь себе Самую удачную ситуацию Они замешиваются На самый верх Колоды противника Получается Он три хода Не берет карты И вы получаете За три маны Существу Двенадцать 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 На столе Ну Тридцать Тридцать Сюда Почти Двенадцать Это очень круто Но А вдруг Не зайдет Да Именно так То есть Нет Карта неплохая На самом деле Неплохая Я бы сказал Что все таки Ездить можно Да Она не в каких Нибудь там Агрок Ну В колодах В колодах Помедленнее Роги Она зайдет Просто великолепно Далее Отравленные резвия Ужасное оружие Слушай Вообще Вот Кто его придумал На кой черт По-моему Это самая худшая Карта Наверное В обновлении Потому что Она абсолютно Бесполезная То есть Представь себе На четвертый ход Ты ставишь оружие Получаешь 1-3 Кому на четвертый ход Нужно оружие 1-3 Кому Что Чтобы Четвертый ход Извини Там Воин все сделает 4-2 Да Холодин все сделает 4-2 Который его еще И лечить будет А воин Смотрим дальше Хорошо Допустим Ты его поставил 1-3 На следующий ход Ты чтобы его бафнул Чтобы он стал Хотя бы 2-3 Хоть чем-то Хоть чем-то полезным Ты используешь Hero Power То есть Ты получаешь Тратишь уже 6 маны Боже мой Это такой Ужас Просто ужас Ладно Ладно Хотя бы там Был Не знаю Какой-нибудь 1-7 Да там С какой-нибудь Бесконечной Прочностью Просто Чтобы ты его Теоретически Мог бафать Но это всего Опять же Прочность Триета Пропуск кучи Ходов Трата кучи Маны В никуда Оружие Бесполезные Я считаю Далее Кополерист Shadowpunt Смотрится не менее Странно В колоде Роги Он похож на Огры Очень толстая Карта Для Роги 7 хп у него Я бы такой Знаешь Друиды бы Закотел увидеть Скорее Чем у Роги Ну ладно Ну смотри Чем эта карта Плоха Она конечно Как Огр За 6 маны 6-7 получит Да и сработает Серия приемов Проблема в одном Чтобы сработала Серия приемов Что нужно Тебе эту карту Нужно поставить На пятый ход Ты либо трачишь На это дело Монетку Либо трачишь На это дело Бэкстаб Либо трачишь На это дело Подготовку Все у тебя есть Три возможных варианта Чтобы ее поставить Если у тебя нет Того ни другого Ни третьего То серия приемов Не сработает За 5 маны Получится Что 3-7 Что плохо Ну который Нафиг не нужен Именно Но с другой стороны На пятый ход Существовал 6-7 Достаточно сурово А после После пятого хода Тоже они уже Ну не так нужно Но именно на пятый ход Тебе нужно Существовать 6-7 Чтобы там Держать контроль За столом После это уже Не так эффективно Поэтому Карта спорна На мой взгляд Да Это с другой стороны Для редких КП Это неплохо Нет Ну тут Вопрос только Активировать Серию приемов И Легендарочка Разбойника Анну Барак Анну Барак 4 хп 8-4 За 9 маны Он ужасно Плох по итогу Да Я про него Что-то думал Думал С одной стороны Прикольно Он Возвращается В вашу руку При смерти Да Там призывает Еще нерубов Но с другой стороны Это 9 мана 9 мана То есть На 9 ману Ты ставишь Это существо С 4 хп Которое убивается Просто вообще Не глядя Чем угодно Абсолютно Чем угодно Да там И ты еще должен Вернуть какое-то Существо Со стола А рога Ты как бы Стол особо Не заставляет Нет В смысле Его возвращает В руку Возвращается Анну Барак То есть Он у тебя Фактически Получается Бесконечный Ну так Малориан Но с другой стороны Ты можешь просто У него болт положить Ты его убиваешь Неруба тоже Можно легко убить И противник Должен снова Утратить ход Чтобы его поставить То есть Это противник Стоит на месте Рога Пока он его там Бесконечный Вызывает И от этого Можно отбиваться Поэтому Карта плоха Тем более Сайленс Такил у него Сайленс Вообще бесполезный За 9 ман Существо 8-4 Что это такое Спасибо Нам такого не надо На мой взгляд Карта не заиграет По итогу Только для каких-то Совсем медленных Рог Которые решили Почему-то поиграть В контроле Это даже Медленных Это Очень странно 4 хп С другой стороны Вернется На него надо Стратить Постоянные карты То есть Если нет сайленса Очень неприятно Будет Так он вернется Противник Снова стратит ход На него А ты снова Его чем-то убиваешь Ну извини Это Непрофитно Я считаю Ну ладно Поживем и видим Хорошо Переходим к шаману Чтобы у нас Не сильно все дело Затягивалось Шамана Давно Пора было Апнуть Много Рассуждений Бесконечно Самая Очень Колода Была У паладинца Говорил Самый плохой Был Метий Это Пал Нет Ну Ты В ранг Ты давно Играл На рангах На любых рангах Абсолютно Шаманов Меньше всего Это общепризнанный факт Шаманов Очень Ну да Потому что Паладины Агропаладинов Появятся Поэтому Школьники Сейчас пересели на них Нравится Но на самом деле Я говорю про высокие ранги И про ту же Статистику Ким Ликвид Они говорят То что Да и все говорят О том что Паладин очень слаб В высоких рангах То есть его вообще нет В текущей мете Каладин Играющей Ну вот На моих пятых Третьих Встречаю я довольно часто Агро Выше не знаю И агро в том числе Да Хотя больше Мидрейджи Соглашусь Уже на этих рангах Хорошо Переходим К шаману Давай посмотрим Насколько его могли бафнуть Первая же карта Мне категорически не нравится Наследие предков Добор двух карт То есть по сути И перегрузка 2 И перегрузка 2 Смотри Когда ты ее используешь Если ты используешь на второй ход У тебя на третий ход Одна мана И ты получаешь Ну фактически Вместо одной карты 2 Пропускаешь ход Пропускаешь ход Это Ужас Какой-то ужас Если ты используешь ее Не на второй ход А позже То тебе в любом случае Не нужно 2 карты За 4 маны Это очень дорого Ну знаешь Это работать будет Только с предыдущей Карты шаманов Которая скидывает Как раз таки Экатерегруз Лавовый шок Лавовый шок Она по-моему называется Да как-то так Эта карта Жутко бесполезная сейчас Но вот с этим обновлением Она возможно заиграет Опять же Мы давай сразу же Перейдем к карте Элементальный разряд Аналог флеймстрайка Такой у шамана За 3 маны Носит 4-5 урона Правда всем существам Не только противнику А еще и своим С перегрузкой 5 Теоретически Карта ужасная Но вот этот лавовый шок Возможно Даст ей заиграть Но Которая носит урон И снимает эффекты перегрузки Элементальный разряд Явно будет Неплох На аренке В ранке Диспорно Да Там еще какие-то Уже идут Предположения О шаманах На предсмертных хрипах Да Которые С помощью Элементального Разряда Защищают стол Активируют Свои предсмертные хрипы Что-то в этом духе Но пока это Выглядит все сомнительно Слишком сомнительно Да Но на самом деле Это тупо Зачистка стола Достаточно дешевая Потому что Одной грозы Шаману явно Не хватало Никак То есть Он был лишен АОЕ зачистки стола И это вызывало Большие проблемы С другой стороны Это 8 маны Только это еще Учитывай Если у тебя нету Почему 8? Ну потому что 3 плюс Перегрузка 5 Ну да Это плохо Это очень плохо Ладно Вот Пока с этими картами Все не так очевидно На мой взгляд Они не такие интересные Переходим к тотемам Вот тотемы Шаманы действительно Напнули Самая первая карта Это тотемный голем За 2 маны Существует 3-4 Но правда Еще перегрузка Получается За 2 маны 3-4 Но это круто Это очень круто Ты его ставишь Даже на второй ход Потом ты можешь Второго поставить Да Спи-фигурской Например Что-нибудь в этом духе Ну вообще Нельзя забывать Что шаман Может всякую грязь Створить со своими Тотемами У него есть карты Усиляющие тотемы Которые вообще Ничего не стоят Он им бафает Да Те карты Которые раньше С тотемами не играли Потому что Тотемы Потому что там Особо играть Нечем Бесполезно Да Тут в этом Вновлении Они могут Вполне себе Войти в колоду И какой-то Тотемный шаман Очень даже Может заиграть Особенно Давайте сейчас Посмотрим на карту Клыкар-шаман Который призывает Случайный тотем На поле боя И он может Может призвать Как раз того самого Тотемного голема Себе На стол То есть За 3 маны Ты получишь Ты получишь Даже в самом худшем случае Ты получишь Профит Явный Какой-нибудь там Какой самый ужасный Тотем-шаман На твой взгляд Ну какой-нибудь Один-один тотем Да Даже с 1-1 Ты получишь По итогу Существует 3-2 Плюс 1-1 Суммарно 4-3 За 3 маны Вполне неплохо Один из которых Тотемков Тоже можно бафать И от него там бафаться Магический молот Как тебе? Вот По нему я тоже Долго думал Он Очень спорный То есть Давай посмотрим В целом За 4 маны 8 урона Это конечно неплохо Да? В целом Он похож на оружие Ну да Сила ваша Ну Это вполне неплохо И потом еще делает вам Силу героя Вы избавляетесь от тотемов И можете носить урон По 2 ниц урона Это круто Это прикольно Но Смотри Когда мы его играем? Мы его играем на 4-й ход Играем на 4-й ход Носим всего 2 урона Это маловато Скажем так Да? Там что-то зачистить Будет плохо Если играть С той целью Чтобы поменять Силу героя Должен ударить им 4 раза То есть это 4-й ход 5-й ход 6-й ход 7-й ход Только вот на 7-й ход После того Как вы ему ударите У вас поменяется Сила героя Притом Вы еще Возможно даже Не сможете бить Да? Допустим Какой-нибудь там Таун стоит Серьезный По которому Бить себе лицо Разбивать Не особо хочется И в этом плане Уже не так ярко Выглядит карта Она больше Наверное Даже для арены Сложно представить Чтобы она Сильно игралась В рангеде Несмотря на то Что вроде бы Эпик Именно так Далее Так Давай мы еще пропустили Волновое стреление Карта Мне не особо нравится Да Как-то мы ее пропустили С клыкаром Краманом Это захил На 7 хп Если Там опять же Идет этот Лотерея 14 хп Восстановить Если лотерея Будет за нас Но Не факт Часто ли тебе нужно Установить 14 хп Скажи мне пожалуйста Ну Смотри Очевидно Что Вот эта карта Хорошо подойдет Против ранней агрессии Да То есть Летят давят С самого начала И ты толком Не дают разыграться Тот же фейсхант Например Напрягает Или еще какая-нибудь Пакс У тебя появилась Новая карта Всего за 3 маны Которые Можешь зачистить стол Допустим Против того же Не знаю Зоолока Заставил он Заставил он стол Третью ману Ты даешь зачистку Окей Ты зачистил Четвертый ход Ты пропускаешь Он что-то опять Ставит мерзко И ты на следующий ход Залечиваешь весь урон Который тебе до этого внесли По факту Ну практически Потому что он какой-то Метский залог Все равно Карта будет дешевле Ну я так Предположительно Ну вот да Только с целью Опять же Лишняя борьба С агроколодами То есть Лишний намек на то Что давайте Ребят Мету чуть-чуть Мы будем Подзамедлять Но не более того В целом Мне Не особо нравится Если честно Ну я бы взял Например Вот Тушь-голоду С тотемами Мне кажется Чуть-чуть Такой покрепче Живуче Пытаться поиграть В какой-то лейт Шаманам Ну Есть хилбот Есть исцелятор Ммм Исцелятор Сколько стоит? Пять маны Зато Гарантированно Восьмерку Это запинание А это Ничего тебе не дает Никакое существо не дает Так что А оно потенциально Залечит 14 хп Потенциально Ну Вопрос в том Что не так часто Нужно залечивать 14 хп Да Ты Просто сам играешь На подлой Агре Поэтому тебе лицо Редко бьют Поверь Появляется такая Необходимость Периодически У многих классов Ну хорошо Ладно Допустим Давай двигаться дальше Речь из тотемов Получает по Плюс один Плюс один За каждый ваш тотем Ну отлично Для колод Вы поставили Что-нибудь Да допустим Вы поставили на второй ход Хиропауэр тотем Поставили На третий ход Вы призвали Клэйкара шамана Он второй тотем поставил И на третий ход На четвертый ход Вы призываете Турещицу Она становится 6-6 6-6 за 4 маны Это шикарно Даже если 5-5 Даже если хотя бы Один тотем стоит То это профит Уже за 4 маны 5-5 Очень неплохо Да Даже если вот Ну не идет игра Так скажем Да Убивает ваши тотемы Вы можете сыграть На шестой ход И уже будет неплохо Ну на шестой ход Это уже более Сомнительно Но Если ничего нет Более яркие варианты Да Случай если ничего нет В любом случае Карта очень неплохая Опять же В копилку Тотема шамана Зайдет И усиливает ее В купе с тотемным големом И с Клэйкаром шаманов И вот со следующей карты Которой мы переходим Сейчас Рыцарь Громового утеса Играется просто шикарно И я уже вижу Этих тотемных шаманов Которые вернутся Ворвутся И будут Удивлять И разрывать Как минимум первое время Итак Рыцарь Громового утеса В одушевлении Ваши тотемы получают Плюс 2 к атаке Великолепно С одной стороны Но тут нужно посмотреть Со всех сторон То есть мы ставим На пятый ход Допустим Если у вас нет тотемов То это полная фигня Скажем честно Бесполезно Погоди Просто идеальная ситуация Вы ставите На первый ход С монетки Тотемного голема Потом на третий ход Клэйкара Потом ставите Речи с тотемов Все это Потом рыцарь Потом у вас куча тотемов У вас куча всего Вы просто давите Но если это не зашло Если у вас нет На пятый ход Тотемов Тем более На шестой Потому что Надо после же Надо воодушевление Еще использовать То карта Плоха За пять маны Три шесть Такое себе Да Но Если у вас все хорошо Хотя вот Не знаю Не люблю я те карты В ХС Которые работают Только когда у вас все хорошо Потому что Если у вас все хорошо Значит у вас уже все хорошо Усиливаться Не так уж обязательно Можно просто давить тем Что есть А когда у вас все плохо То эта карта играется Не очень весело И это говорит Мехма Который играет Как раз таки И когда у Мехмага Все хорошо У него выходит Пять-четыре гоблин Какой-нибудь мерзкий И начинает делать грязь Ну по-разному Бывает Да В любом случае Карта будет Полезна Будет браться Так или иначе В этого тотемного шамана Но она не такая сильная Как допустим Предыдущие Вот эти карты Рещица Клыкар И тотемный колем Я считаю Безусловно Потому что Ну воодушевение На пятый ход Ты ставишь Допустим На шестой ход Используешь тотем Тотем получает Плюс два к атаке Прям срочно-срочно До этого рыцаря Пребивать Но если этих тотемов нет То все уже не так весело Ну и легендарочка Да Давай легендарочку обсудим И наверное мы разделим Наш подкаст на две части Вторую часть Мы потом запишем Потому что Очень много получается Как-то мы разобьем Четыре или пять Пять классов в одном А потом Другие оставшиеся классы Плюс нейтральные существа Мы обсудим в следующем И в целом поговорим В общем В последнем На две части Очень-очень много Общих карт Да Очень много Общих карт Хочется обсудить Что кому понравилось Какую колоду Пирелевут Хочется собрать Какую мне А может А сегодня Обсудим все Классовые карты А потом все общие У меня просто эфир Хорошо Ну хорошо Давай там Призыватель туманов Легендарочка У шамана Она интересная В медленных колодах Да Что-то там Придумать Такое Лайтовенькое У шамана Вообще шикарная карта За 6 маны Всего За 6 маны Мы апаем Всю свою колоду Всех существ Колодных На плюс 1-1 Это мега баф Сам подумай Смотри погоди Он тебе должен прийти изначально Чтобы ты смог его поставить На 6-й ход Ты ставишь его там уже Когда-то позже Он тебе приходит Там в середине Или ближе к концу Колоды Это уже не так ярко Согласись? Конечно, да Он должен прийти Ты его ставишь Получаешь существо 4-й и 4-й на столе Что плохо Протом сам стол Он не бафует Он бафует Ну знаешь Бум тоже бесполезен Если он не пришел Тебе в руку На седьмую ману Нет, почему? Бум Часто полезен Просто сам по себе Потому что это Бум Он просто крут Вот А тут Если он приходит Запоздал Это не так весело Слушай, а вот Может его с мурлоками Вот колоды Шамана на мурлоках Да-да-да Вот Это больше похоже На всех Хотя с другой стороны Шестая ману Вот это вот Не пойми что ставить Когда ты играешь с мурлоками Слишком медленно Да Поэтому Нет, это конечно интересно И это будет очень интересно Для Такой вклад В лейтгейм Ушел шамана Но тут нужно Нужно посмотреть С чем его еще играть Потому что Я его возможно В колоду бы взял Но Все-таки Не настолько Мне прям полагался Тот же Аллакир Например Если бы Было Выбор из Шамановских легендарок Вот там Аллакир Конечно Первое место Не занимает Ну просто Если думаешь Что взять Есть желание Да, хорошо Так Что у нас остается дальше Что мы еще не рассмотрели Мы не рассмотрели Чернокнижника Не рассмотрели Воина И дальше Общие Да И общие Вот об них мы и поговорим Уже в следующем В следующей части Ребят Большое вам спасибо Что слушали нас Получилось гораздо больше Чем я планировал Рассчитывал Как мы с Элитом Заболтались Ты так и думал Коварно Да Тут даже понемножку Поговорить про каждую карту Это уже очень много времени Потому что 132 карты И про каждую Есть что сказать Хотя бы там Пару слов Тем более Как бы ощущения меняются После того Как ты посмотрел Другие карты Как оно все будет играться В новом формате Пока сложно сказать Но Интересно Очень интересно Будет все равно Дополнение И хочется всех карт И все попробовать Да Как минимум Поиграть самому Посмотреть Как это играется У других Посоревноваться с этим Мета очень сильно поменяется Просто ждем Ждем Большой турнир Это будет Я первым хочу Паладик собрать А Ты что А ты Вариан Рина Видел вообще Регендарочку Воина Нет еще Еще нет Прямо сейчас Посмотри Ты просто обалдеешь Это просто Я сейчас показываю Она просто великолепна Ладно ребят Конечно же Контроль Контроль воин Просто заиграет Новыми красками С этой картой Хорошо Всем спасибо Что нас слушали Действительно Это получилась Такая первая часть Подкаста Обновление Большой турнир Наверное завтра Мы запишем И выложим Еще и следующую часть Она получается Получается еще больше Потому что мы только Где-то треть карт Рассмотрели Увы Ну Чуть-чуть больше Третья Вот Так иначе Конечно же Подписывайтесь Лайкайте Сидите за нами Читайте новость На сайте Гохару Для вас Этот подкаст Записывали Гара Элиот Всем пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok